Всем большой-большой привет! Я рада вас приветствовать у себя на канале. Сегодня у меня будет новое видео, небольшое видео. Хочу вам рассказать итоги марафона «Мартовские зайцы», показать, какие игрушечки у меня были связаны с 1 по 31 марта в рамках этого марафона. И небольшая такая новость, которую я хотела тоже с вами поделиться и рассказать вам. Итак, для начала я, наверное, покажу вам зайк. Первый зайка у меня был связан вот такой. Это у меня зайка, связанный по мастер-классу Марии Устюшкиной. Вязала я его по книге. Вот такая вот книга «Помаши мне лапой». И это был зайчик из... Так, сейчас я найду. Секундочку. Вот такой вот зайчик. Так, я вязала именно зайку, которой идет жених. Так, наверное, надо... Упс. Сейчас, секундочку. Почему сразу не подготовиться и сразу не это? Нет, надо, чтобы все было это. Вот такой вот зайчик. Зайчик-жених. Вязала я полностью по нему. Только я делала, не стала делать костюмчик. Он у меня получился просто розовый зайчик с белыми лапками. И сделала я вот такую вот вышивку. Вышивку, я думаю, что уже все видели в других моих влогах. Вот такой зайчик. Зайчик этот получился полностью каркасный. То есть, у него двигаются и гнутся ручки. Все лапки, точнее, верхние, нижние. И также ушки. Ушки идут тоже на проволочном каркасе. Вот такой вот у меня зайчик получился. Это первый зайчик был у меня связан в рамках этого марафона. Второй зайчик у меня вот такой. Это у меня зайка Луи. Связан он по бесплатному мастер-классу. Это моя схема. Ссылку я вам оставлю на этот мастер-класс. Он у меня есть как в видеоформате в виде слайдов. А также есть он у меня на моей страничке ВКонтакте. Оставлю ссылочку. Вы захотите связать этого зайчика. Он у меня идет в обычной цветовой гамме. В такой яркой, весенней. А здесь я сделала маленько другую цветовую палитру. Но не менее, что он выглядит довольно-таки красиво. Вот. Бантик единственное, что я ему не стала делать. А так, в принципе, все здесь связано по мастер-классу. Штанишки у него, кстати, съемные. Они снимаются. Но довольно-таки так плотно они сидят. Но их, возможно, снять и, возможно, спокойно одеть. Вот такой вот у меня зайчик получился. И последний зайчик. Я его показывала уже. Конечно, скидывала девчонкам по марафону. И также показывала его ВКонтакте. А нет, здесь я на YouTube тоже его показывала. Но еще не рассказывала, как он у меня связался. Вот такой вот у меня зайчик получился. Я, по-моему, во влоге говорила, что я начала его вязать. У меня были связаны лапки верхний и нижний. И все. Я вязала этого зайка по мастер-классу зайка Пьер. Можете набрать в любом браузере. И это бесплатный мастер-класс. Но когда я дошла до вязания головы, я связала голову, приложила ее к телу и поняла, что она у меня получается большая. У меня, знаете, какая-то вот иногда бывает загвоздка. Допустим, по мастер-классу идет голова большая. Но у меня получается еще больше. Это практически у меня во всех мастер-классах так. И мне приходится иногда либо перевязывать вообще голову полностью, либо убирать некоторые ряды. Но в этот раз я решила распустить. И связала я вот эту голову по мастер-классу первого зайчика, по мастер-классу Марии Устюшкиной. Это вот точно такая же голова. Но если вот так вот посмотреть, она, мне кажется, больше. Но, в принципе, может быть, ненамного. Здесь пряжа разная. Здесь у меня идет пряжа розовая. Это Рафил по моклу Бэби. А вот эта пряжа, это у меня Газал Джинс. Да, мне кажется, вот эта голова чуть-чуть поменьше даже, чем это получилось. Вот, голову я связала по этому мастер-классу. Ушки я тоже связала по этому мастер-классу. Но ушки получилось так, что я маленько их переделала. Они мне идут без проволочного каркаса. Я их просто пришила. И так как они идут как прямая деталь, да, если вот посмотреть по вот этому зайчику. Ну, более прямая, да. Тут, конечно, они у меня согнут. Вот. Они у меня торчат. Их, конечно, если, допустим, складываешь, да, они будут как-то более-менее. Но у меня хотелось, чтобы они определенную форму, знаете, так вот приняли и больше никак не двигались. И мне пришлось их сзади немножко вот так прошить той же цвет, цветом той же ниточки. И получилось, что они вот так вот выглядят. Глазки я здесь сделала тоже на безопасном креплении, с бликами. Маленько сделала их поближе. Морточку вот этого вот оформления я взяла у зайки Луи. Да, вот если сравнить, они похожи по оформлению. И потом я подумала, что что-то этому зайке, знаете, не хватает. Не хватает какой-то вот такой изюминки. Да, я хотела этого зайчика сделать однотоном, но я хотела что-то сюда добавить, такого вот, какого-то яркого акцента. Я сначала хотела сделать вышивку. Я даже начала делать вышивку. Хотела сделать здесь ромашку, потому что как раз меня девчонки просили сделать вышивку, как у первого зайчика. И думала, сниму заодно для мастер-класса. Я начала, но мне не понравилось, что получается, я передумала. Потом думаю, ладно, свяжу ему типа вот такого жабо. Думаю, если вязать что-то из одного цвета, да, как обычно я вот вяжу, я вяжу в одном цвете. Думаю, дай-ка я подберу два каких-нибудь оттенка. Я подобрала розовый такой же. Это, по-моему, точно такой же розовый, как у меня на носике. Это 518-й Cotton Gold и 110-й Cotton Gold. Сзади он идет на завязочках. Давайте я вам развяжу и покажу, как он у меня вообще связан. Вот так вот он у меня выглядит. Я начала вязать розовым цветом, провязала пару рядов и потом начала делать уже прибавки. А здесь у меня идет вот такая вот обвязочка. Я думаю, что ее видно. Это у меня идет обвязка, когда мы делаем соединительный столбик, воздушная петля. И так до конца ряда. И думала, как мне сделать желтый, чтобы он тоже был в этом же воротничке, чтобы их не было два, чтобы он был один. Но вместе два цвета были в одном. Но я думаю, что понимаете. Я решила провязать вот здесь за заднюю стеночку петли еще ряд желтым. Получается вот так вот. И провязала еще столько же рядов, сколько я вот здесь. И получился у меня вот такой вот воротничок. И сделала также завязочки. Ну, завязочки я сразу делаю. Заранее сразу вывязываю. Когда вывязываю... Господи, забыла слово. Надо же. Короче, я думаю, что вы меня поняли. Когда мы вяжем цепочку из воздушных петель, я сразу вывязываю эти завязочки. И вот так вот он у меня симпатично смотрится. И когда вот не было вот этого сердечка, как я и говорила, я хотела связать сюда, точнее, вывязать вышивку, потом я подумала, что все равно сюда что-то не хватает, надо что-то сделать. Хотела связать сердечко яркое какое-нибудь. Что-то вот с этими же оттенками, чтобы сочеталось. И я подумала, а если вышить просто крестиком, и я сделала такую вот вышивку. Здесь у меня идет такой же желтый оттеночек, как и здесь. А розовый. Вот это, по-моему, 89-й. Да, по-моему, 89-й джинс. Сиреневый красивый оттеночек. И вот такой зеленый. Это 612-й Cotton Gold. И вот такое вот у меня сердечко получилось. И вот такой вот у меня вышел заюшка. Довольно-таки симпатичный, милый. Мне очень сильно понравился. И еще как раз вчера у нас были подведены итоги. Итоги марафона. И мой зайчик, вот этот как раз зайчик, победил в одной из номинаций. Яркий зайка. Самый яркий зайка. Девушка Вильнара, она выбрала моего зайчика. Я вам оставлю ссылочку, кстати, на нее. Посмотрите, как она... Вот я как раз вчера смотрела итоговое видео. Как она рассказывала, почему она его выбрала. И отправила мне уже... Точнее, собралась мне отправить подарочек. Я посмотрела, какой подарочек. Очень сильно жду этот подарочек. Знаете, это очень приятно, когда твоя игрушка побеждает. У меня такого никогда не было, чтобы моя игрушка где-то побежала. Но я сильно не участвовала. Я не знаю, я вообще не собиралась, в принципе, участвовать в этом марафоне, как бы. Но так сошлись обстоятельства, что что-то девчонки начали писать про этот марафон, марафон, марафон. Ну, я думаю, ну ладно, дай-ка поучаствую. Свяжу хотя бы несколько зайчиков. Я не хотела вязать много зайчиков, да. Вот у меня нет такого. Я и не участвую в 101 на Бенгуруме, потому что я, мне кажется, я не смогу связать просто, знаете, огромное количество даже не то что одинаковых, а разных, да, игрушек даже. И за месяц это надо просто месяц вязать. Ну, мне кажется, я так не смогу. Может быть, для меня только максимально, когда можно вязать игрушки, это в стартах. Все. Вот. Так что я сильно благодарна моей дарительнице этого подарка, кто мне дарит подарочек, за то, что она выбрала моего именно зайку. Также большое спасибо всем девочкам, спонсорам и организаторам, и, конечно же, участницам. Просто потрясающий был марафон. Очень много зайок, очень много вдохновения было. Прям здорово, классно. У нас очень огромная аудитория была. Прям настолько вязальщиц было. По-моему, у нас в группе было больше ста человек. Так что больше ста участниц. Это здорово. Такой, знаете, прям масштабный проект. Вот. Как-то так. И, кстати, теперь маленько хочу рассказать вам по новостям. Я уже выставляла пост здесь на YouTube, что я, скорее всего, перехожу на площадку Яндекс.Дзен. Хотя я уже сотый раз, наверное, говорю, что мне эта площадка до сих пор не по душе. Она неудобная. Но, знаете, так сложилось все такие вот обстоятельства, что вынуждает перейти на эту площадку. И я собралась с мыслями и решила перейти. Но перехожу я на нее не полностью. Я YouTube не бросаю. Потому что в YouTube я вложила очень много сил, времени. Знаете, ну, это вот свое такое вот родное. Но не могу YouTube бросить. И столько здесь у меня подписчиков, девчонок замечательных, кто меня смотрит. Я очень, конечно, каждый, каждый из вас благодарна за то, что вы подписаны на меня, что вы смотрите, что вы пишете комментарии. Большое-большое вам спасибо. И я написала пост за то, что я перехожу туда. Я пока не знаю, как я буду выпускать видео. Я хочу, конечно, на Дзене попытаться выпускать видео, как и обычно. То есть влоги, готовые работы, какие-то мастер-классы. Но YouTube я тоже бросать не буду. Я буду здесь выпускать видео. Но пока в каком они будут формате, я пока точно не уверена. Я постараюсь что-то сюда тоже вкладывать, чтобы тоже девчонки смотрели, кто вдруг не захочет переходить или просто у него нет таких возможностей, потому что не все, да, зарегистрированы на Дзене. И, возможно, площадка для вас будет неудобная, так же, как и для меня. Но все равно я буду здесь какие-то выпускать видео. Вот такая, знаете, небольшая новость. И хочу вас пригласить туда, чтобы вы переходили на мой канал на Дзене. Именно пригласить. Потому что мне тут написали, что вот вы пишете, мы что должны за вами бегать и все такое. Я никого не принуждаю. Я никого не говорю, что вот я здесь буду выкладывать здесь такие вот видео. Вот смотрите, вот этот Зайка связан, а вот все подробности про него вы можете узнать на Дзене. Нет, я такого никогда не скажу и не говорю, потому что я, по идее, тоже такой же подписчик какого-либо канала, такой же зритель. И есть у меня такие же девочки-блогеры, которые перешли на Дзен. И если мне этот человек интересен, мне интересно его творчество, интересно его личность, я перехожу на Дзен и смотрю его видео, потому что мне так хочется. Я ни в коем случае не пишу гневные комментарии, что вот вы перешли с Ютуба, вы там на Дзене будете находиться, вы манипулируете нами подписчиками. Девчонки, ну мы же тоже такие же зрители и также смотрим каналы. Так что я думаю, что кто захочет перейти, именно я вас приглашаю, а не прошу. Приглашаю ко мне в гости, переходите. Потому что есть девчонки, которые по приглашению также перешли и написали просто душевные комментарии, что они просто хотят смотреть мое творчество, просто им нравится смотреть мое творчество. Это, знаете, это прям вот такой подарок душевный. И когда вот тебе пишут такие комментарии, ты хочешь просто еще больше творить и творить, создавать вот такую вот красоту, потому что прям, знаете, это... Ладно, все. Вот, это вот такие вот новости. И также у нас с 11 апреля стартует проект Старты весна. Мы с девочками будем вязать игрушки, точнее, начинать вязать игрушки на весеннюю тематику. Очень хочется весны. У всех эта весна... Зима, точнее, какая-то затяжная. У многих до сих пор снег. У нас то все тает, то опять снег выпадает, то тут же тает. Вот сегодня вот хорошая, просто замечательная погода. У нас хоть немножко есть так облачно, но светит солнышко, и видно, что асфальт подсыхает, тает снег, и, знаете, уже охота весенних красок. И я думаю, что мы с этим проектом прям, знаете, зарядимся, вдохновимся на вязание каких-то ярких, классных игрушечек. Да, наши старты будут проходить только над Зенем. Но мы вот так, знаете, как-то решили, что все-таки надо развивать нашу площадку. И будем прям благодарны, если вы к нам будете заходить, смотреть наши видео, вдохновляться игрушечками, мастер-классами, да, каким-то вот таким вот позитивом. Прямо будет большое-большое огромное спасибо вам за это. Все, а на этом я буду с вами прощаться. Всем большое спасибо за просмотр. Ссылочки я вам оставлю внизу под этим видео. Всем пока-пока!